У меня самое большое желание сделать из Магнитогорска тот самый город, который я помню. Дело в том, что я коренной магнитогорец. Я родился в третьем родноме. Большую часть жизни прожил на 95-м квартале. Почему я занялся телевидением, вообще непонятно. Но так случилось, что телезвездой я стал троечник по жизни, который по математике свыше тройки тоже не имел. С русским языком не дружил и с английским в том числе. Но тем не менее, что-то получилось. И в результате есть и слава, и любовь, и ненависть. Хотите посмотреть, как меня ненавидят? Пожалуйста. Хотел их так оттянуть. Знаете за что? За то, что когда рекламируешь, за базар отвечать надо. С недавних пор я перестал есть телевидение, потому что я перестал им доверять. Берете парочку и начинаете кладиться. У меня есть традиционная рентация, кстати. Кафе «Салтан». Куча песка. Какашков. Пицца «Сергей». Сено. Короси всякие. Сделать умоотъедательную вкуснятку. После первой из вторых применем перерывки к небольшому. Стабильное слюновыделение. Представляете, как теперь меня любят, если так ненавидят. То есть надо посидеть в интернете, потырить мои видео. Их там очень много. Скоро будет 1200 штук на Ютьюбе. Потом порезать все это дело. Слепить такой шедевр. Да, Челейкин рекламирует все. Сейчас он рекламирует кафе «Советский Союз». Это его, собственно говоря, детище. Которое располагается здесь же. На улице Московская, 5. Где располагается? Обратите внимание. Нет никакой вывески. Это мое хобби. То есть гротеск довести до абсурда. То есть нету ничего, что бы подсказало вам, что кафе вот здесь оно. То есть просто надо, заехав, зайти на территорию. И покушать, и попить, и потанцевать, и повеселиться, и поучиться. И чего мы сегодня научимся? Тому, какое пиво пить не надо. Благодаря Советскому Союзу. То есть в Советском Союзе было всего, ну сколько, три сорта, четыре сорта пива. И никто не упивался, никто не ужирался. А в Магнитогорске какое в то время пиво было? Самое лучшее было Верхнеуральское, потом Белорецкое, ну и, собственно говоря, наше. Но теперь-то, что пить-то можно, а? Меня очень попросили мои друзья из антиалкогольного комитета, а я и сделаю. Особый подарок для Олега Бакирова. Дело в том, что у него нет выхода на телевидение. Они вот пытаются там методом научного тыка разобраться с этой большой проблемой. То есть люди устраивают лекции и думают, что молодежь их поймет. Молодежь этого не поймет, потому что молодежь как раз-таки сидит на пивном алкоголизме. И вот только благодаря месту отдыха, досуговому центру Советский Союз, мы имеем возможность вам рассказать, что пить пиво нельзя. Почему его нельзя пить? Потому что пиво, настоящего пива в стране Советов, ну теперь же в России, просто нет. Дело в том, что это очень легкий способ заработать деньги. Технология традиционного пивоварения это 40 дней. Представляете, надо залить воду в танке и потом варить пиво. 40 дней. А затем уже в течение 7 дней умудриться все это дело распродать. Как вы думаете, вот то количество пива, которое продается в ларьках, это вот то самое настоящее пиво? Нет. Это пиво, сделанное по технологии ускоренного брожения. Расскажу, как это происходит. В 7-тонный танк добавляется вода, заливается спирт и закидываются такие юпики. Вкусовые красители и добавки. И примерно через, ну там, несколько часов все это уже готово. Пианые субстанции, которые делают из мужика бабу и из бабы мужика. В больших количествах употребление жидкости вообще противопоказано. А если вы выпиваете до 10 литров пива в день, есть и такие специалисты, то рано или поздно у вас наступит электролитический дисбаланс. И вы просто умрите. Будет инсульт и кря-кря. Такое уже было. Так что же вообще пить? К сожалению, и отечественные средства массовой информации до вас не донесут, что алкоголь показан мужскому населению. В определенных количествах, естественно. Потому что тот, кто употребляет регулярно, все-таки живет чуть дольше. Грамотно употребляет. И тут возникает вопрос. Как не нарваться на левак? Для этого у кафе «Советский Союз» есть свой подход. Да вы понимаете, что количество и ассортимент в России напрямую вредит качеству. К слову, в Советском Союзе был государственный стандарт качества. И разницы в колбасе в Москве или в Владивостоке-то не было. Мы стандартно увеличивали население. Были самой здоровой, самой образованной частью населения Земли. Бодались и на равных с теми, кто жил и живет в кредит. Так может быть вернуться? Так может быть двух кранчиков свежего и проверенного достаточно? Да естественно. Причем все проверено собственным желудком. И за все придерживаемся гарантии того, что не фуфил. Здесь вообще смысл-то в том, чтобы человек отдыхал не напрягаясь. И это получается. Еще никто ни разу не сказал, что дорого, что невкусно, что неинтересно. Просто надо пробки из головы вытаскивать в честной атмосфере. Надо по-детски беситься. И кто сказал, что с возрастом жизнь заканчивается? Сексуальная эта перспектива с возрастом больше становится? Но это к примеру. А так искренне радуемся за то, что теперь есть возможность качественно оторваться, не заботясь о дискомфорте дня следующего. Да потому, что травит организм не спирт, вот обыкновенный углевод, а травит его красители и прочая химия, которой здесь физически нет. Как нет и блюд с соей, шпиком и куриной кожицей. Это мы о популярных пиццах Магнитогорска намекаем. Как нет визгоголосых певцов и углюканных диджеев. Понравилась тема? Ну тогда добро пожаловать. То есть понятно, да? Принцип работы кафе Советский Союз. Никакого обмана. А теперь о том, что находится вот в этом стакане. Не, о телевизоре не расскажу. Для этого переключите на интернет. То есть забейте в любой поисковик, фамилию ему Челейкин, и дальше через пробел Советский Союз, и все станет понятно. Теперь понятно, да? Мы не только рекламируем, мы и предупреждаем. Не пейте пиво, дети, не пейте пиво, взрослые, не пейте пиво. Не надо его пить. Но если что-то уже охотно выпить, то зайдя на мою страничку в интернете, или посмотрев продолжение этого сюжета, вы поймете, что можно пить. В принципе, сделать это достаточно легко. На Московскую 5 приехали, посмотрели на ассортимент, все проверено печенью и головой. Хотя, опять же, не рекомендую. Можно и просто так повеселиться. Тем более, возможность такая есть, устроить праздник для детей. Нет проблем, у меня тут аниматоры пришли. Вот так вот. Приехали на Московскую 5, химчистка. И хорошо, что здесь никого и ничего не видно. Закрытая территория, которая работает только для вас, существует все-таки. И вы можете в любое время меня вызвать, ну или мою команду. Там телефончик тоже есть. Ну и добро пожаловать. Почему все-таки Советский Союз? И почему вот эти пенные напитки, такие вкусные, такие замечательные, они обалденные. Да не стану я ни бабой, и из бабы тут мужика не получится. Потому что ни химии, ни красителей, ни обмана нет. Сейчас объясню. В Магнитогорске в свое время, в Советском Союзе продавалось всего 3 сорта пива. Ну, то, которое испортилось бы через 7 дней. Даже если вы бутылку не открываете. По крутизне это были number one, верхнеуральское, потом было белорецкое, и вот магнитогорское пиво. Магнитогорский пивной завод, как и все остальные пивные заводы, просто как бы, ну, растащили на металлолом. Потому что баки из нержавейки очень выгодно было в свое время продать. И ничего не оставить. Уже затем, господин Чекуров организовал здесь пивной завод с подачей Анатолия Ча Старикова. То есть мы решили делать все свое. Но маленький нюанс заключается в том, что в Магнитогорске нет нормальной воды. Ну, нет ее. Просто нет. А чем славился Верхнеуральск? Тем, что там вода из родниковых источников. Вообще, честно говоря, хотелось бы для начала кабак, ну, так и назовем, пивнушка, хорушка. В смысле, здесь хорошо можно время провести. Назвать по-другому. Но ввести из глубины Жигулевских гор пиво для меня не то, что накладно, просто, ну, чувак куда-то делся. И, соответственно, возник вопрос, какое пиво пить? Я специально попробовал все сорта. И тут не так давно оказалось, что в Верхнеуральске делают пиво. То есть там тоже завод. И от него ничего не осталось. А было-то время, когда мы с моим другом Игорьком Монином в 90-м году, я ему проиграл тогда в карты, больше не играл, ящик пива. Представляете, ящик пива в 90-м году. Это подороже до бутылок водки было. Вот мы приехали в Верхнеуральск, и там стояла машинка ГАЗ-51. Из бортов разгружали ящиками пива, естественно, потому что там хоть закон был, там последствия такие веселые были. Вот, мы по головам лазили и это пиво доставали. Год 91, 92, 93, это окончание сезона пивнушек. Хороший пивнушек. Помни, пиво таскали в бидонах, мы таскали и в полиэтиленных пакетах. Оно было вкусное, ушибало, просто хорошо. А затем уже началось вот этот кака. Естественно, тоже Верхнеуральский завод был потерян. И вот недавно было решено на старых традициях восстановить пивное производство. И несколько сортов пива мы специально сюда заводим. Теперь какое оно это грамотное пиво? В пиве при вдыхании его из бокала должен отсутствовать кислый душок. Если это хорошее пиво. Если вы попробуете любое пиво и у вас так сразу по носу что-то шибуойдет, то все, даже не покупайте. Верхнеуральское пиво вот это у нас ячменное, потом покажем другие сорта, обладает всем тем вкусом, который я помню с детства. То есть это легкое, абсолютно такое играющее пивко, которое на выходе, на следующее утро пивовары, в смысле пивососы меня поймут, никаким образом не напрягает ваш кишечник. То есть то, как надо, сколько пить, ну в принципе три кружки пива в день, вечером вообще вас не напрягут. Где это пиво пить и где можно хорошо потом отдохнуть. Естественно кафе Советский Союз. Мы его назвали место достойного отдыха. То есть исключительно свежее пиво. Кстати, мы проводим такие акции, вот если что-то не успеваем, то в оконцовочке пиво просто по себестоимости распродаем. И для того, чтобы вы увидели начало этой акции, вам необходимо просто проехать мимо химчистки. Скоро здесь появятся флаги. И вот зеленый флаг будет вам говорить, что последние два дня пиво по халяве просто. Ну а в другие дни мы просто обязаны заработать деньги. Иначе, ну понимаете, если бы это было все свое, да я бы вас вообще ни копейки не брал, только приходите отдыхайте. Ну а мне надо кормить моих официантов, которые не официанты, почти дети мои. Естественно мы должны создать вам замечательную атмосферу. Вот это тоже денег стоит. И заплатить долбунную аренду. А так Верхнеуральское пивко выпивается. Легко.